Приветствую вас, Мария. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Я помню, отвечал вам уже на него, ну, на подобные вопросы отвечал, потому что там было немножко другое, но что-то от этого, я думаю, не меняется. Сейчас изменилось только, наверное, то, что мужчина хочет вернуться. Грамм. Тут. То есть, сейчас, если что и изменилось, то только точно человек хочет к вам вернуться. Вот. Вот. Но вопрос заключается, наверное, в том, чего хотите вы. Что хотите вы сами. Вот. Что нужно вам. Потому что, есть у меня, есть у меня такое ощущение, что вы через чудо сильно зависите от своих родителей. Что вот. А. А. Также, ну, присутствует. Вы. Э. Ааа. Вашей, в. В. Реальности, да. Вашей реальности, да? присутствуют родители, это очень сильно мешает, это очень сильно мешает, это не позволяет вам быть в полном мире, свободны, вот, не позволяет вам в полном мире, в полном мире, естественно, я бы сказал, действовать в этой ситуации, потому что у родителей с вашим молодым человеком, а у вас свои, и нужно, на мой взгляд, нужно, чтобы вы это понимали и отдавали себе все-таки отчет, что, ну, что вещи это разные, как относиться к родителям, к вашему молодому человеку, и как относиться к нему, это вещи очень разные, и путать их, для вас же лучше не стоит, потому что, иначе, что-то, вряд ли, вряд ли, что-то хорошее получится, там всегда будут родители, всегда будут тех, кто в той или степени, как-то влияет, на вал, на вал, вот, и соответственно, будет проблема, такая, вот, вот, то, что я мог бы вам сказать, что здесь, в том, в том, в том, в том, в том, в том, что вам необходимо отделить себя от своего молодого человека, а, от своих родителей, и действовать именно так, что есть вы и есть ваши родители, и что это две разных, условно говоря, сферы, и молодой человек все-таки находится с вами в отношениях, молодой человек все-таки устраивает отношения с вами, а не с родителями. Вот, поэтому, соответственно, именно с вами, ну именно на вас и должен быть направлен фокус всех в целом. Вот, хотя-то первое, что вначале можно и нужно наладить отношения с вами, а потом уже, а потом уже он наладит потихонечку отношения с владителями, или не наладит, не наладит. Ну, в любом случае, это, по большому счету, дело его. Вот. Так что, здесь, ситуация, пока вы определитесь, собственно, что вам, важно, что вам, что вам важнее. Вот. И есть вот одна, есть, есть такая шина, да, что вам, вы не определились, вот, не определились в том, чего вы хотите для себя самым. Вот. Потому что вы хотите и с молодым человеком быть, и вы хотите, чтобы у него с родителями все было хорошо. Вот. И, в общем, в целом, ответственности за... А, ну... А, ну... А, ну... А, ну... А, ну, а, ну, что вы хотите. И, тогда, я думаю, что будет гораздо лучше. Вот. по крайней мере, вам будет понятнее дойти вообще. Вот. Так вот, я думаю, можно нынешно-напросто, мне кажется, что вы в какой-то степени зависны от своих родителей. Вот, мне кажется, что в какой-то степени вы зависны от их мнения, вот, что не является хорошим. Так, опять же, вы не можете в этом случае, в этой ситуации может быть естественной, вот, что-то не можете адекватно себя видеть. Потому что молодой человек сейчас видит, не видит перед собой, не, к примеру, не свою жену, да, и не нас, а своих детей, а молодой человек видит дочку своих родителей. И давайте будем честны, давайте будем честны, вряд ли его в том, что это к вам сильно увлекает. Вот. Поэтому, я полагаю, что здесь вам нужно определиться, в каком направлении вы двигаетесь. Если вы давите меня от родителей, то, соответственно, это зависит, от родителей. Нужно выбирать. Тем более третьим будет. Тут надо сказать, что и ваш молодой человек тоже зависит от родителей, потому что он, там, и ваша мама разговаривает, и папа разговаривает, и мама, там, позволяет себе определённые вещи в отношении него, и это, мне кажется, все вопросы о личных границах, вот, которых, мне кажется, у вас либо нет, либо есть определённые проблемы с этим, ну, с ними, с личными границами. Вот. Если это так, то, ну, тут нужно с этим опять же поработать, я не люблю, что это прямо такое страшное, вот. Но, тем не менее, тем не менее, это может вам очень здорово, очень сильно навредить, вот, что мне, чего, мне кажется, не хотелось бы. Вот. Ну, так вот, примерно, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Вот. Давайте на этом, наверное, договор закончим, тогда, вот. Ничего не. В принципе, с этим работать вы поняли, вам нужно поделиться, с теми приоритетов, вот, и понять, что в этой ситуации нужно сделать так, чтобы и опции были целые волки, если это не получится, что нужно принимать решение, урешение, любого будут последствия определённые, вот, и не самые лучшие будут последствия. Вот. Вот. К сожалению, будут не самые лучшие последствия, но это, это нормально. Вот. Это, это нормально. Что, что, вот, такие, такие последствия будут. В этом всё, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо.